Алло, Илья Евгеньевич? Алло. Да-да. Я включил запись. Хочу тебя познакомить. И мне нужна твоя консультация. Я включил камеру, чтобы записать твой ответ. Пропала связь. Алло. Да-да, я слушаю внимательно. Я слушаю. Напомни, пожалуйста, градацию... Градацию в индийской традиции шудры. И вот как правильно называется, сколько этих... Как делятся люди? Существует четыре категории. Самая верхняя категория это браманы. Браманы. И в порядке 10-15 процентов. Соответственно, следом идут к шатри. И в порядке там 30 процентов. Прямо плюс-минус. К шатри это военные люди, руководители, управленцы. Дальше идут вайши. Это ремешлинги, торговцы. Вот. И, ну, как бы, оставшиеся части идут цена вайши и шудры. Соответственно... Сейчас, подожди, извини, я запишу. Первая позиция браманы. 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 Это верхняя позиция, да? Да. Это священники, учителя, доктора, ну, таких, условно говоря, высшей категории. Ну, то есть, люди интеллектуального труда. Ну, даже не труда неправильного труда. Люди, ну, там, высокодуховные, высокоинтеллектуальные. Соответственно, дальше идут к шатри. К шатри. Угу. Это военные, военачальники, да и просто руководители и управленцы. Сейчас, секундочку. Военные, управленцы, полиции сюда относятся? Да. Тоже. Угу. Полиция. Угу. Ну, и руководители, ну, административные, руководители высшего длина, грубо говоря. Это тоже все к шатри. Кто? На уровне губернатора? Да, слушай, да на уровне даже вот глав администрации, ну, если так можно сказать. Учитывая, что сюжет смотрят сотрудники правоохранительных органов со старой площади и из-за Красной Стены, поэтому сколько процентов? Ну, считается, что порядка 30 процентов. 25-30 процентов. Так. Соответственно, оставшиеся порядка 60 процентов пополам делятся на вайши, это ремесленники и торговцы. Ну, бизнесмены, грубо говоря. Вайшны. Вайши. Вайши. Ну, посмотри в Яндекс, как правильно пишется. Вайши. Угу. Через мягкий знак. Вайши. Угу. Да. И дальше там четвертая категория это шудры. Это шудры, это, ну, собственно говоря, рабочий класс. Тоже 30 процентов? Ну, побольше, чем там 30-35. А текст там 25-30, грубо говоря. Ну, и как бы умные люди говорят, что эта пропорция со всех даже старых времен, она, как правило, не меняется. То есть, если рассмотреть средства любого общества, там, не важно, там, в каком государстве или там, в какое время, выгодят средства людей, которые рождаются, они приблизительно эта пропорция всегда, ну, сохраняются на протяжении там веков. Ну, я не знаю, как мир устроен, грубо говоря. Илья Евгеньевич, скажем так. Илья Евгеньевич, я сегодня убедился в том, что сотрудники правоохранительных органов и их помощники, добровольцы, почитатели и недруги глобальной волны внимательно смотрят каждый сюжет. Я сюжет разместил, снял я его в 6.30, монтировал он у меня, слетел, я должен был потерять время и заново его смонтировать и выложил только в 9.30, наверное. Да. В 11 мне позвонил замначальника полиции. А, нет, хотя они отреагировали на сюжет, который вышел вчерашней ночью на 25-го оповещение планируем, то есть была ночь. Значит, смотри, какие процессы произошли. Но что самое главное? Алло. Да. Да-да-да, я чуть-чуть пропадаю. Ага. Но что самое главное? Самое главное то, что мы выложили форму, которую люди легко могут повторить. То есть в какие адреса благодаря цифровизации, которую нам предоставили любезно. Мы показали пример, мы отправили уже в администрацию президента, директору ФСБ, генеральному прокурору, следственный комитет и администрации Крыма. И этот текст размещен под роликом. Соответственно, эти люди, с которыми я сегодня разговаривал, это все читают. Ну, я знаю, было бы удивительно, если бы после того, как ты всю вот эту технологию обращения в органы государственной власти сделал публичной, ну, конечно же, там, я думаю, ты привлекаешь к себе внимание. Да, это в любом случае, это их работа, это их природа, они должны этим заниматься. Ну, это будет их основная там обязанность держать на контроле подобного рода, ну, скажем так, движения, которые ты делаешь. Скажи, пожалуйста, а ты хочешь посмотреть следующую серию? Ну, конечно. Ну, я думаю, много людей, которые хотят посмотреть. Слушай, отвечай за себя. Я, да. Ну, ты сегодня... Я там за малым, за редким исключением чего-то его не смотрю. Ну, смотри, я сейчас расскажу тебе историю, легенду, которую рассказываю тем людям, с которым я встречался, к десяткам тысяч людей, которые одномоментно стали смотреть мои сюжеты. Запрети... Пошла казуистика, что пикет, он хоть и одиночный, и не нарушает правила эпидемиологической обстановки, но по формальному признаку... его связь очень плохая. Нам надо еще разочек попробовать связаться. Это... очень хорошо. Алло. А набери меня, пожалуйста, потому что я тебе звоню с крымского телефона. Набери на московский. Давай. Ну что, продолжение следует, дорогие друзья. Подумайте, сколько может стоить подписка. Следующая съемка будет от КПП санатория Прибой. По сценарию... Фактически, я сегодня с высшим руководством полиции города Евпатория согласовал свой дальнейший план действий. То есть, я могу снимать, выполнять свою журналистскую работу. Я смогу поставить камеру, к этому сотрудники полиции уже привыкли. И люди, проходящие мимо, видели удивительную картинку. Стоит камера, микрофоны. Сотрудники полиции дружелюбно беседуют. Паузу заняли и переходим дальше. Алло. Алло. Я Слав. Да. Насковский номер находится вне зоны действия сети. А, московский номер вне зоны действия сети. Ну, как сейчас слышно? Сейчас слышно хорошо. по формальному признаку одиночный пикет признается публичным мероприятием. Не могу оспорить в этом, в принципе, и смысл одиночного пикета именно в том, чтобы постараться в рамках действующего законодательства, не задевая права и человеческое достоинство иных граждан, оповестить мир о неком факте, который считает важным тот человек, который производит одиночный пикет. Вот. Поэтому нужно обсудить, а что такое публично? На каком расстоянии от человека не должно быть людей, что это публично или не публично? Потому что формально я понял, как я могу обойти закон о публичном одиночном пикете. Я сейчас это расскажу, потому что то, как отреагирует полиция, когда будет проходить это действие, мы поймем, как произошла трактовка. А что будет? Я буду снимать сюжет от проходной санатория прибой и в камеру и в микрофон. Не привлекая внимания, я буду рассказывать, что сейчас, дорогие друзья, я провожу одиночный пикет. Одиночный пикет глобальной волны, который говорит о прорывных технологиях для всех, для каждого. Вот, и сейчас мы ведем репортаж от места, где сотни тысяч людей считают, что там что-то спрятано, спрятано что-то ценное, связанное с детьми, что дорого огромному количеству людей на планете. И мы видим огромную государственную машину, которая не считает нужным проинформировать общественность, снять на телефон, но ведь Песков же показывал этот пример, когда заходил в ковидный госпиталь. Он санитару передал новый айфон, попросил снять сюжет и после переслать по такому вот номеру. После этого телефон вы можете забрать себе. Но ведь алгоритм действий показан. Мы видим, как на периферии, в регионах отстает общественная норма морали цифровых трансформаций от того, что происходит в центре в регионе. До того момента, пока не появляется глобальная волна. Вот я сейчас тебе рассказал сюжет, как я проведу одиночный пикет, который будет оформлен в сценарной заявке моего репортажа. То есть это... Отлично, но тебе нужно сделать, я правильно понимаю, что это некий продукт, который можно масштабировать кому угодно, в регионах, по желанию. Слушай, Матрица, что выдумывать? Жизнь показала, что наиболее резонансное событие, которое затронуло, колыхнуло людей, это детская тема. Это женская. Это нравственность. Это сердце откликается. Это то, о чем говорит Андрей Петрович Девятов «Небо политика». Вот. И это в подавляющем большинстве осознанно мыслящие, понимающие, что наши силы в синхронизации, в резонансе. сегодня Татьяна приехала 57 лет из Ростова, а здесь отдыхает у родственников. И говорит, женщин в президенты нельзя, а мужчина у него структурное мышление. И вот эта вот идея 500 женщин, которые готовы поддержать лучшего кандидата в регионе, это крутая тема. И так в каждом регионе. И для этого не требуется государственная регистрация, некоммерческого партнерства и так далее. Это все делается по доброй воле в тех или иных чатах коммуникаторов. Это то, о чем призывает президент осваивать цифровое пространство, а цифровым пространством приходит и цифровой образ мышления, понимание, как можно этот уникальный инструмент по коммуникации использовать для планетарного объединения. О чем и говорит глобальная волна, что предстоящие те или иные выборы в президенты, в госсовет, в структуру власти, ну, в общем, тема, которая может быть мирового значения, параллельно по всей планете готовится референдум о внедрении прорывных технологий только онли в мирных целях. Прекратить деление, переход с сырьевой ресурсной экономику на экономику изобилия. Вот такой вот репортаж, сценарная заявка, и поставив камеру, я могу наговаривать в микрофон вот такой вот авторский текст. Я его буду корректировать, думать, подумаю, как включить туда Брамана, Кшатри, Ваишны, Шудры, потому что полиция, зашел сегодня разговор о полиции, мне товарищ говорит, там типа не особо далекие, которые готовы инструкции, неважно правильно, неправильно, есть инструкция, все, есть приказ, я его выполняю. Я говорю, недалекий, не совсем верный наверное термин, и вот я вспомнил, что ты давал градацию, чтобы было понятно, о чем мы говорим, что это уровень понимания мироздания с позиции Кшатрии. Угу. Слушай, ну тут еще важный момент еще по поводу этого градации, что все люди должны находиться на своем месте. У нас же, я как раз когда тебе говорил об этом, хотел сделать на этом актент. В старые времена, скажем так, ну, как бы с малых лет, скажем так, ну, родители или там совет старейшин определял, к какой категории относятся только или иной ребенок, человек, парень и девушка. Соответственно, это некое знание, которое там всю жизнь было, вот, и в соответствии, с которым дальше увидев в ребенке навыки того или иного там управления, его отдавали учиться. Соответственно, если там видели в нем зачатки там военного там, в шатре, его отдавали там, грубо говоря, там, не знаю, сувороскучивающим. Если видели, что он там высокоинтеллектуальный, с высоким потенциалом, его отдавали, соответственно, учиться там в руки браманов и так далее. Вот. Но сейчас, ввиду того, что нету этой школы этого знания, люди перемешались. И люди, которые рождаются с определенным призванием, да, со своей природой, со своей там цармой, они занимаются не своим делом. И большая часть проблем современного общества тем, что люди занимаются не своим делом. Вот если бы все были на своих местах, в полиции бы работали люди, которые там предназначены для этого, не для этого там, не знаю там, рождены для этого. Это их природа, да, там, быть полицейским, быть там военно-начальником. У кого-то там природа быть врачом. Вот. Если бы они развили в себе это в детстве, так как это было там, ну, как говорится, в старые времена, то у нас было бы совсем другое общество. все вроде бы ты правильно говоришь, но в неком идеалистическом мире, потому что рабочих позиций меньше. Вот это вот несоответствие вот 35, 35, 35, нету столько рабочих мест, чтобы удовлетворить потребности всех, и поэтому там, в Шатри идут в принципе, обучаемые профессии, вот так вот, я могу сказать, что обучаемые профессии, и мы видим, что достаточно в короткие сроки, если надо, в военные периоды готовили там курсы командиров, специалистов, стрелков. Это понятно, да, но еще раз говорю, что это даже не обязательно, но как бы в рамках общей культуры, это нужно в первую очередь для любого человека, для самого себя, определить свою природу, свои таланты, и, грубо говоря, таланты, это прямая дорога к Богу. Ну, там это говорят все, грубо говоря, там философы и так далее. Ты сейчас раскрываешь философию глобальной волны, то есть, что такое вот экономика изобилия и мир будущего, то есть, мы сейчас рисуем мир будущего, то есть, когда рождаются дети и люди не борются за то, чтобы как их прокормить еще что-то, а имеют вдоволь всего, и чем же они занимаются, задают вопрос. И вот ты сейчас как раз отвечаешь, чем? То есть, попытаться максимально раскрыть то предназначение, с которым явилось создание на этот свет. Ну, абсолютно, но мне кажется, это логично так думать, рассуждать, и еще раз говорю, каждый человек должен жить и существовать, раскрывая те таланты, с которыми он пришел в этот мир. Еще раз говорю, если он опять же занимается не своим делом, то он просто прожигает ее жизнь просто в никуда. и это не идеалистическая картина, это должен делать каждый для себя во все времена, и не только в будущем, как, не знаю, там было и советское время, и постсоветское, найти свое призвание, ну, каждый там любящий родитель своему чаду всегда говорил, найди свое призвание, занимайся своим любимым делом. Это же, в общем-то, не те же корни того, о чем мы сейчас говорим. Да, вот ты произносишь, а у меня в голове крутится, что нужно оформить сценарную заявку фантазии на тему пикета. В условиях запрета проведения одиночного пикета я снимаю репортажную зарисовку, посвященную скандальной ситуации общественной трясучки просто и полного игнорирования это всей госмашины. Ну, до определенного периода, момента. Вот, потом начнется момент такой, когда каждый будет подхватить это дело и говорить, что он помог всячески. И я должен сказать, что помогли. Сегодня офицеры, которые со мной разговаривали, очень доброжелательно и все очень корректно, подсказали как раз эту идею, что выполнять ваши журналистские задания и работу мы не имеем возможности, права. То есть, если вы это не обзываете пикет, ой, извините, обзываете, если вы не называете это пикетом, оформили сценарную заявку, то ваше право, конечно же, произносить и говорить то, что вы считаете нужным. Ну, ничего круто получалось. Вот, не обязательно нужно торчать прямо перед воротами, можно перейти, как это делают, на другую сторону дороги, чтобы не особо привлекать внимание, не пугать, что лица попадут. в общем, корректно выставить картинку вот так вот. И пол, и пол, и пол. Ты журналист, как бы, ну, мне кажется, это прямо сейчас для тебя очень хорошая реализация твоих журналистских талантов. Ну, основное внимание, вот, зрители постоянно делают замечания, основное внимание это получить достоверную информацию по детям. Вообще по ситуации. Потому что я за это время наслушался... Илья Евгеньевич, можно я завершу? Давай, давай, извини. Потому что, ну, информации же много поступает, разные люди информируют о там высоких премиальных структурах санаторного комплекса, о занижаемых, о фактах точнее, летального исхода, фиксации заполненности помещений, которые предназначены для хранения и переработки усопших, занижения числа тех самых. Потому что в прямом эфире мы не можем все произносить теми словами, нужно изоповским языком разговаривать. но все понимают, о чем идет речь. И страхи, что то глубинное государство, о котором говорил Трамп, и почему его скинули, заблокировали, там, и так далее, торговые детьми, адренохрон, вот это все дела, транспортология, люди, которые разбираются, какое законодательство принимается в этой области. То есть ничего абсолютно критического не происходит. Общество говорит, вы покажите, что все нормально, и мы успокоимся. То есть не просится, что предоставьте ДНК детей, там, полные диагнозы. Нет, об этом вообще не идет речь. Просто покажите, вот довольные дети, и со спины покажите, если нельзя лица показывать. Но по голосам будет понятно, рады, они не рады, в каких обстановках они находятся. Задать вопрос там, вы здесь давно? Может быть, их только что привели в эту съемочную площадку, им все нравится? А может, им там действительно все нравится, и все хорошо? В общем, происходит театр абсурда, я тебе так должен сказать. Потому что, ну, как бы правильно, со мной, ну, старший чин, которого я видел, с кем общался, это майор. Но понятно, что это все отслеживает и начальник отделения, полковник, ну, соответственно, и поскольку мы отправили это дело по вышеуказанным адресам, то, конечно же, и генералы смотрят это дело. Ну, и общество такое смотрит, говорит, что, у этих людей нету детей, что ли? Ну, они не понимают, пусть мы даже ошибаемся. Ну, что, так сложно успокоить? Но вы браманы или не браманы? Почему вы себя ведете как шатрии? Я к тому, что запись пишется, и люди будут это слушать? Зачем мы раскачиваем лодку? Или так понимаете указания главнокомандующего овладевать цифровизацией? Если сами не понимаете, вот если безглобальная волна, она рассказывает всегда, что самое главное, публичность и прозрачность и открытость. Красная зона. Покажите, как в санатории соседствуют отдыхающие с красной зоной. Вы только сейчас выставили патруль охраны, а до этого было непонятно. Я начал про высокие премиальные в санаторном курортном комплексе. Тут раскрывается тема, что товарищ, который по какой-то ошибке директором там является, там же везде финансовые расчетные операции. Что прошло в официальной публикации на СМИ? Что дети из Артека перемещены в Армянск и Евпаторию и обеспечение снабжения питанием водой и комплексом услуг осуществляется фирмами такими-то. Раз указаны эти фирмы, значит, там были произведены транзакции. Сколько-то за что-то были перечислены деньги. Если мы живем в правовом государстве, то общество имеет право знать величину и количество и стоимость. Насколько у нас Евпатория готова к аудиту, общественному аудиту по федеральному закону 212 гражданского контроля. Вот задавая эти вопросы, беседуя с тобой, записывая на видеокамеру, я не нарушаю действующего законодательства. Но это формирует мне материал и текст для того, чтобы записать 30-минутный сюжет перед входом в санаторий Прибой. Сейчас мы с тобой вот это проговариваем, репетируем, и я это потом буду переслушивать, думать, как вставлять и интерпретировать, какие мостики где проводить. И соответственно с удовольствием делюсь с офицерами, с которыми сегодня беседовал, потому что мне придется с ними дальше взаимодействовать. Ну так или иначе, если я не буду ничего нарушать, могу предположить, что меня не будут задерживать, просто подойдут побеседовать, уточнят, что именно сейчас я хочу совершить и не получив от меня объяснение, отойдут, чтобы не быть в кадре и позволят мне реализовать то, что... я понял, я возвращаюсь к нашим обычным, если можно, завтра утром хотел встать, уже там выезжаем завтра утром на юг, я машину сегодня не успел поставить, я завтра утром поставлю и вот сразу на выезд поеду. Хорошо, Илья Евгеньевич, пожелайте нашим зрителям, пожалуйста, что пожелаете? Пожелаю быть более причастными к нашей реально повседневной жизни, не зацикливаться на маленьком мире вокруг себя, почувствовать себя частью большого общества и по возможности частью глобальной волны. Вот. Ну и покойной ночи. Благодарю вас, Илья Евгеньевич. Я счастлив пообщаться с вами. Да. Спасибо, Ясов Петрович, и тебе тоже хорошей ночи. Всего доброго. Давай, аккуратнее. Угу. Давай. Семьян, пока. Отключайся. Ну, пока. Ну, дорогие зрители, как вы поняли, готовится следующая серия, съемка следующей серии, посвященная изучению вопроса перемещения детей. Не факт, что кто лично там персонально, хотя если у них нет родителей. Ну, в общем, вот нюансы вот эти вот надо прояснить. Это все же элементарно решается. И думаю, что рано или поздно все это произойдет, потому что дети же обратно вернутся, должна будет восстановиться коммуникация. нужно уже на несколько шагов вперед думать, что будет происходить. Да, обращение к женскому. 500 женщин в каждом регионе объединяются и потенциально готовы стать участницами группы 500 для поддержки самого движенца, кандидата. И эти 500 женщин обращаются к мужчинам региона выдвинуть, предоставить, ну, там, как угодно согласовать это можно, лучшего кандидата. И так, в 85 регионах. И в 85 регионах появляется 85 кандидатов, которые повествуют, что рождаемся мы в этот мир для того, чтобы познать и понять свое предназначение. Большое спасибо, что смотрите, поддерживаете. Я читаю ваши комментарии, не на все технологически могу отвечать, дорогие друзья. Очень много идет звонков, если звонит человек издалека и рассказывает историю, как у ее дочки похитили детей с фамилиями, адресами, когда подала заявление. 20 минут беседы с одним человеком. Вот, таких звонков бывает там десятки, с каждым надо поговорить и еще успеть записать разговоры и подумать, как это все дело проводить. Значит, планируется съемка, соответственно, по действующему законодательству никто не может запретить со стороны людям смотреть, как снимается сюжет. сюжет журналиста Ярослава Старухина оповестил, что будет производить съемку, не привлекая внимания. Ну, так, с неким реквизитом. Интрига. Реквизит. Какой же реквизит? Реквизит у меня будет в виде полотенца с крымским полуостровом, а на обратной стороне этого полотенца чистое полотно. Давайте, напишите, дорогие друзья, что написать на этом чистом полотне. И какого цвета полотенца. Вот, Крымский полуостров, многие из вас были в Крыму, и хит сезона, это тонкая махровая ткань. Ну, они разные бывают, но мне удобно, чтобы была тонкая махровая ткань, хотя есть вафельные полотенца. Но, неважно, с одной стороны, это полуостров Крым, с городами, вот, с трассами, Таврида, вот, где вот эти все горы красиво, а с обратной стороны чистый лист. Пишите в комментариях, давайте согласуем. Мои знакомые художники тоже подумают, что это такое. Мы не в Москве, где резиденции президента, и нельзя там использовать наглядную агитацию. Мы в Крыму, дорогие друзья. Крым наш. Стоп, снято.